Не только в торговых центрах, но и в любой организации должны быть огнетушители. Сегодня этому устройству исполняется 156 лет. 7 февраля 1863 года впервые выдали патент на данное изобретение. Смотрела на огнетушители старый и новая наша съемочная группа. Сигнальный колокол. Если, к примеру, в 17 веке жители деревни слышали его звон, значит беда. Нужно собираться и идти помогать стушить пожар. Бытовая техника в прошлые века была пожароопасной, чего стоит один угольный утюг. Ветреную погоду от небольшого возгорания могла выгореть вся деревня. Так что приспособления, которые помогали тушить, были и до изобретения огнетушителя в привычном для нас виде. С начала 18 века использовались бочковые огнетушители. Это были деревянные бочки, наполненные водой, оснащенные зарядом пороха и запалом. Эти бочки закатывались на очаг, она взрывалась и та вода, которая находилась в бочке, тушила пожар. 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал первый переносной огнетушитель. Это был металлический цилиндр, заполненный щелочной водой. Однако эффективность прибора была низкой. Ситуация изменилась, когда в 1906 году в России изобретатель французского происхождения Александр Георгиевич Лоран разработал и запатентовал пенный огнетушитель. Про это существует легенда. Лоран захотел выпить пиво, но у него в лаборатории также проводил он испытания. Стояло ведро с бензином. Он случайно его поджег, он пролил туда пиво, пена, и он понял, что оказывается потушить можно и с помощью пены. Сейчас производят огнетушители разной формы, содержания и назначения. А вот этот огнетушитель, да, он совершенно другой формы. Почему он такой? Да, данный аэрозольный огнетушитель, он закидывается на место возгорания, где распыляют огнетушившие вещества. Самые распространенные среди современных огнетушителей – порошковые и углекислотные. Пользоваться огнетушителем раньше мне не приходилось, так что беру в руки, я его неправильно. Специалист поправляет. Одной рукой за рычаг, второй направляем. Шланг на пламя. Это то, что касается порошкового. С углекислотным обращаться надо по-другому. Раструб, вот этот, руками держать нельзя. При выходе газа температура составляет минус 73 градуса, то есть мы можем отморозить себе руки. Чтобы огнетушитель при необходимости помог справиться с огнем, просто купить и держать его дома или на работе недостаточно. Он должен находиться в вертикальном положении. Периодически нужно делать освидетельствование. Раз в пять лет его нужно обязательно зарядить. Порошок, например, да, нужно заменить. Если покупать огнетушитель домой вы пока не собираетесь, вот совет от специалистов. Сбить пламя можно, к примеру, стиральным порошком, содой или солью. Иными словами, любыми сыпучими материалами, которые не горят. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.